Притяжение Солнца в два раза больше, чем притяжение Земли, Луна должна быть достаточно давно сойти с орбиты. И главное, ради чего я об этом говорю? Дело в том, что не хочется жить в этом мире, как сказать, будучи потомком амебы. Многие ученые не говорят об этом, так как не могут дать ни одного ответа. Ну, я один из первых вопрос поднял, может быть, даже в истории всей планеты. Просто не обращайте внимания, что вот одна сторона, вот так и должно быть. И тут, наконец, честно, один товарищ ученый написал. Не говорят, потому что не могут дать ни одного ответа. То есть обходят этот ответ. А так как это искусственное сооружение, мы еще глубоко не проникли в это дело. Знаете как, 50 лет назад походили по Луне с одной стороны, вон той светлой. Так. И все на этом. Вот. И 50 лет вроде как интерес потеряли. Вот. Или молчат, в чем дело. Или дело в том, что стоит только назвать слово искусственное, церкви должны набиваться народом по самую завязку. Понимаете? А эти допустить не могут, так сказать. Дарвинизм стал, так сказать, религией, скажем так. Помните, как тот мошенник? Все люди верят. Все верующие. Только одни верят, что Бог есть, другие, что Бог нет. Дальше смотрим. Я вынужден это сказать, потому что она не может, правильно вот человек сказал, она не может вот так быть, а она к нему как привязана. Я нашел простое объяснение. Вот. Эффект Ваньки встаньки. Но это один из вариантов. Самое главное, что почему-то никого это не удивляет, что мы живем в искусственном мире. В искусственнейшем. Еще ученые на сегодняшний день имеют очень, очень много загадочных, неподъявленных фактов. Но при этом не говорят, что ни в школах, ни в преподавательных университетах. Вот еще один умный человек нашелся. Не говорят в школах, ни в статах. Вы знаете, как должно выглядеть по-настоящему это самое? Разговор в школах учителя, допустим, биологии с учеником в одном случае. Учителя астрономии с учеником в другом случае. Вы уже догадались, да? Вы представляете, как он должен говорить? Не о богословии, не проходить уроки богословия, не говорить, что развенчали религию так, что мы все из грязных луж. Не так. А так, как на самом деле есть. Вы знаете, дети, это же чудо какое-то. Вы вырастете, многие из вас пойдут в университет. Вы должны знать, что есть столько загадочного, настолько оно загадочное, что можно, пессимисты могут сказать, это случайно. Так же, как мои примеры происхождения жизни из структур силовых, которые в воде. Ученый назвал, что это случайное совпадение. Попробовал он нарисовать эти красивые рисунки. Так вот, люди, дети должны, простите за эту речь особую, дети должны знать, сомневаться оба направления. И богословское. И пусть оно будет не научное, нет, наука может наоборот пройдет время и подтвердить, что мы живем в искусственном мире. Дело в том, что наоборот, не скрывать, не скрывать. Вот когда-то была страшная ошибка сделана. И когда ребенок, тем более молодой человек, взрослый, будет думать, а черт его знает. А если со смертью не кончается все, что тогда? Может быть меньше будет зла на земле. Поняли, к чему я? А дальше мы пошли, вот это вот, мне просто, ну, как бы сказать, глупости вот эти. Глупости, самые настоящие. Эг-эг-э, это глупости. Сейчас даже вот я смотрю, вот это меня тошнит от него. Вот, потому что видите, сколько сосков у человека может быть. И давай глупости выдумать. А вот это, я сейчас скажу, имеет отношение к каждому из нас. К практике каждому. А, вот это я немножко пропустил. Идиотизм школы современной. Просто, чтобы вы поняли, что я не просто болтун, а знаю, о чем говорю. Человек является основной частью человеческого общества и не имеет отношения к системе органического мира. Конечно, имеет, смотрите. А, напоминает что-то эти соски. Вот мы уже родственников нашли свинью. Это если нажать на букву А. То есть, это, ну, это же Эг-э. Эг-э представляет собой особый класс млекопитающих. Конечно, особый. О, как же. Мы же все-таки не свиньи. И, наконец, представляет особый вид, который уходит в отряд. Прога-то класс млекопитающих. Царство животных. Я не знаю. Кто-то из вас, кто помогал ребенку, то есть, это самое, ну, на экзамене, готовиться к экзамену, да. Я и сейчас не знаю. Куда нажимать? Я жизнь прожил, мне 69 лет. Вот. Я подозреваю, что я должен нажать на В. Ну, как нажать там? Я не знаю, здесь пора. Галочки ставить или что? Вот. Что мы с царства животных? Наверное, вот это, да? Все-таки. А мне бы хотелось, чтобы не так было это все. Не так. Вот эти глупости. Какие признаки мышления, речь дыхания. Дурь сплошная. Это что за Эг-э такая? Что он узнал об этом? Вот. А теперь я скажу, что он должен узнать. Сказать? Вот. Но вначале по порядку. Дело в том, что когда вот этот юный, юноша, 7-летний, да, это он сам растит эти арбузы. Ну, решил, я помогаю. Вот. Вот там, видите, оградка. Вот. Эта деревянная, она потом будет снята, когда заполнится яма отходами бытовыми. Все. Деревня тоже перешла на сбор мусора. Я понимаю, это выгодно всем. Вот. Это выгодно людям, потому что яму копать не надо. Вот. Каждый день стоят и ждут. Я, бывает, по часу, я смотрю, ждут, когда машина подъедет, мусорник заберет. Если они 100 рублей в месяц не заплатят, пока 100, значит, что будет дальше? Дальше будет отключение электричества. Поняли, да? Вот. А у меня вот эта вот яма, она заполнится. Вот тут, видите, саженец, вот. И вот, это персики растут в открытом виде. Вот. Потом они будут с этой ямы питаться, корни туда попадут. Они будут питаться, с этой ямы заполнятся, доски уберутся, все, и она исчезнет. 30 с лишним лет между деревьями копались ямы. Вот. Огромное количество, вся таблица Менделеева, это консервные банки, бумага, опилки, что там еще, картофельная очистка, все там. И ничего, и никаких этих, не участвую в демонстрациях, потому что города задыхаются. Вы знаете, что творится? Уже говорят, что все, будем сносить правительство, потому что она довела страну. Ничего не делала, пока все пространства, когда эти свалки подступили к городам. Ужас какой-то. Вот в каком диком мире живем, а вот такую яму выкопать. Вот. Сельчане перешли на сбор мусора. Ну. А потом, куда его делать? Кто будет этим заниматься? Почему нельзя с высокой трибуны сказать, да вот же простой выход. В саду между деревьями выкопать. Ну и что-то там будет стекло и пластик. Да черт бы с ним. Все равно вот несколько тысяч лет пройдет, пока археологи одно из миллионов таких ям раскопают, чтобы узнать это самое, сколько градусов на год купили. Вот. По каким-то там остаточным средам. Вы понимаете, что в каком мире глупым живем? Трудно вот такую яму сделать. У меня их каждый год, каждый год, каждый год. Ну мало кто постоянно живет. Сделайте два на два на два. Вот это я хотел сказать. Это просто пришлось к тому, что вот этому надо учить, а не вот это вот самое дури, вот это вот. То ли царство животных, то ли составной частью общества. Как можно выбирать, что мы составной частью общества или царство животных? И ведь наверняка, чтобы получить балл, нужно пункт 3. Наверняка. Раз он не имеет отношения к системе органического мира. Ой. Ладно, вот это вы видите нашего предка. Не узнаете, нет? Вот первый человек, да. Первый человек вроде Адама. Одежды нет. Вот. Здоровые были мужики. Чего не скажешь. Костер-то еще ладно. Дело в другом, на нем трусов нет. Потом пришла пора одевать трусы. Вот. И мужественность начала падать, падать, падать. Вот. Половые органы. Вы знаете, от чего начали? Пожалуйста, не морщитесь. Я уже раз об этом рассказал, но вряд ли все слышали. Вот. Начинаю с этого, с анекдота. Бобочка записал в дневнике. По просьбе учительницы, папа провел со мной урок полового воспитания. Дуб дубом. И вот теперь, хотя еще спорят, надо ли воспитывать, а уже все дети всю порнуху пересмотрели в интернете. Вот. С тех пор, как у них начинается половое созревание. Все пересмотрели. Поздно их уже учить. Дело в другом. Дело в том, что эти, вместо вот этого дебильного, специально вот эти вот вопросы дебильные, да? Вот. Вот они. Вместо вот этого, слова-то какие. Идиоадаптация. Ууу. Регенерация. Ууу. Вместо этого, чего они никогда не поняли и не поймут, им должны объяснять на уроках. Собрать мальчиков отдельно, девочек отдельно. У девочек свои проблемы, которых они могут не знать. Вот. А мальчикам проблема в следующем. Вот. Зная, что они уже всю порнуху пересмотрели, мы можем говорить уже с ними хотя бы о том, что есть половые органы, которые вынесены наружу, потому что у них особое созревание сперматозоиза происходит при более низкой температуре. Если у них будет температура тела, вспомните бесплодие, когда яички не выходят из тела. Бывает, сейчас спасибо медицине, хирургии, да? А когда и не было хирургии? Бесплодие полное, стопроцентное. Так вот, чтобы заменить, вот когда это вот ошибка природы, когда яички не выходят из организма, так? Вместо этого придумали трусы и образ жизни. Вот два главных врага. Трусы, чтобы прижать, напоминаю, это вы потом детям своим, хотя бы у кого мальчики, спасайте хотя бы вот эту малую часть общества, потому что это бесполезно. В медицине раз, вот, в здравоохранении два, в образовании три, вот там на самом верху нет нормальных умных людей, которые заботятся о нас, о людях, о будущем страны. В результате, что такое перматозоиды? Почему их там десятки, сотни тысяч? То есть, все стремятся к финишу. Самый здоровый доходит, их не должно быть, по идее, так вот, куда это такое вот расцветительство? Чтоб самый здоровый дошел до цели. Вот. И вот они вялые, в трусах, которые прожили свою жизнь, вот, они тоже какой-то дойдет до цели. А потом, а, вместо сильного мужчины слабый, я имею в виду в сексуальном плане, вместо слабого мужчины гей, или оно. Помните, Запад, который первый перешел на эти, на памперсы, на эти самые, на узкие трусы, на плавки и прочее, прочее. Вот. Они постигают эту науку уже как, не бьют тревогу, вот. Пройдет еще поколение два, и так прирост населения только за счет мусульман, а потом их ждет мусульманский нож, это уже гарантия, им не надо будет автоматы в руки брать. Потому что это беспомощные существа будут. За ним идем мы. Это мы тоже постигли. Кто сейчас будет пеленки стирать? Только подгузники, только памперсы. Кто-то скажет, есть проблемы, потому что нижнее белье тоже надо. Ну, я еще раз говорю, есть вещи поважнее. Вот. Или мы избавим наших юноши, детей и сами от нижнего белья. Как? Это уже другой вопрос. Вот. Иначе нация вымрет. К этому все идет. Никто этого не замечает. Почему? Когда-то власть в стране взяли посредственности. Раз. А они еще не просто тупые, они еще и равнодушные. Им плевать на все это. Вот так вот. Сейчас, если где-то найдется, даже умные, не среди нас, вы можете сейчас смеяться, пальцем показывать, а где-то выйдет на трибуну. Вот. Не поймут. Умных там вообще не осталось, чтобы кто-то три хлопка в зале раздал и сказали. Ну, вот нашелся все-таки смелый министр, замминистра. Вот. Кто-то там, департамент по образованию, который сказал, да вы что, с ума сошли. Вот это очень важно. Спасибо.